Посмотрели, туалет весь залит. Эти кладовые все залиты. Вот на таком расстоянии примерно был лед. Эта история началась две недели назад. 13 марта семья Бороздяных вышла в холодный коридор, а тут 5-сантиметровый слой замерзшей жидкости на полу. После чистки помещения ситуация повторилась и снова лед. Осмотревшись, увидели плавающие продукты питания, рулоны обоев, зимние вещи и инструменты. Дело в том, что сосед сверху вывел шланг в холодный туалет, куда сливается вся жидкость. Замарил стояк в туалете и залил жителей нижнего этажа. Вода, которая скопилась между перегородок, успела замерзнуть. На кадрах видно и места подтеков. Когда устоится более теплая погода, жидкость будет таять и начнет стекать на пол. Жители первого этажа обеспокоены, что, возможно, начнет топить и квартиру. Ольга Бородина обратилась в обслуживающую организацию их дома. Коммунальщики составили акт. Мы выходим всегда, как обслуживающая или управляющая компания домом. Составляем соответствующий акт, в котором мы указываем причину потопления, из-за чего это, возможно, произошло, кто что нарушил. И уже на основании этого акта, собственник, есть у него два варианта. Есть гражданский, есть гражданско-правовый. Значит, гражданский вариант – это они садятся и договариваются между собой. Пострадавшая сторона и та, кто подтупила, они решают, в чем степень ущерба и как его компенсировать. Либо гражданско-правовой вариант. Тогда такие вопросы решаются через суд. В первом варианте, по словам Ольги Бородиной, соседний хочет принимать участие, поскольку свою вину не признает. Если не удалось достигнуть договоренность о возмещении ущерба, рекомендую не тянуть время и обращаться в суд за взысканием. К судебному иску необходимо приложить ряд документов. Это оценка имущества должна быть произведена, которая пострадала в результате залива, а также иные документы. Если сумма ущерба составляет более 50 тысяч рублей, то необходимо обращаться в Великоустский районный суд. Если менее 50 тысяч, то в мировой суд. В случае, если человек не знает, как правильно оформить все необходимые документы, то в этом вопросе смогут помочь юристы. 23 марта в район администрации пройдет день бесплатной юридической помощи. Юрий Баронин, Максим Колосов. Новости провинции.